Приветствую вас дорогие друзья! Наверное одним из самых распространенных вопросов, которые мне задают на стриме, это вопрос о какой мне первый взять и открыть Т6 отряд. Для тех кто не в курсе, Т6 отряды это вот эти вот элитные золотые отряды, можно их еще так называть. Открываются они дольше всего в игре, но правда есть способ, когда вы открываете задание на F4, во вкладке F4, там в конце этих заданий вам дадут сундук, из которого вы можете взять жетоны и открыть любой Т6 отряд из прокачиваемых, кроме, насколько я знаю, гренадеров Шинджи. Отряды Т6 открываются двумя способами. Первый способ это за очки отваги во вкладке отряды, здесь вы можете открыть различные отряды, как конницу, так пехоту и стрелки, кстати из пехоты здесь только железная стража, по крайней мере пока, и насколько я понял, это наверное пока будет единственный отряд за очки отваги, потому что других что-то пока не добавляют. Обычно если отряд хотят добавить в игру, то есть такая вот иконочка, но здесь у нас нет никакой. Так вот, чтобы открыть железную стражу, нам нужно открывать отряды вот по вот этим вот линиям, и в итоге мы сможем открыть себе железную стражу. Чтобы вы понимали, в самом начале игры, для того чтобы открыть железную стражу, под началом игры, я подразумеваю, когда она только вышла, требовалось где-то около полугода. Сейчас это можно сделать, ну я не знаю, ну за неделю это точно можно сделать. Можно даже и быстрее, если, ну все зависит от того, насколько, как часто вы будете играть в игру. Далее тут конечно же у нас есть стрелки, ну и еще способ, который позволит вам открыть отряды, это сезонные отряды, а здесь мы тоже заходим в обкладочку отряды, у вас откроется тот сезон, в который сейчас идет, и вы можете открыть отряд, либо вот кликнув на него, выполнив вот эти вот задания, либо если вы хотите открыть отряды другого сезона, кликайте здесь и выбирайте сезон, который вы хотите открыть. Ну, например, пусть будет это третий сезон, и здесь вы также можете вот открывать эти отряды, выполняя поочередно, открывая отряды один за другим, вы можете открыть себе потом в дальнейшем фальконетов и арбалечков с повязкой. Это единственный сезон, где есть два Т-шестых отряда. Но правда арбалечки сейчас можно открыть за очки от Ваги, но нужно начать сезонное испытание, нажать и соответственно вы будете выполнять задания этого сезона. А на данный момент в игре 16 золотых отрядов, 9 из них мы можем открыть за очки от Ваги, и 9 из них мы можем открыть в сезоне, как сезонное. 9 плюс 9, получается 18, я же сказал, что отрядов 16, можете пересчитать, если вы мне не верите, у меня все есть эти отряды, их действительно 16. Дело в том, что арбалетчиков и гренадеров Шинжи можно открыть и в сезоне, и в за очки от Ваги. Вот, поэтому у нас получается, если вот мы берем их, не тратим на них, скажем так, свое время, выполняя задание, а просто открываем за очки от Ваги, то получится, что мы 7 отрядов можем открыть сезонных золотых и 9 за очки от Ваги. 4 пехоты, 5 стрелков и получается 7 отрядов конницы. Конницы прям больше всего золотой и больше всего бесполезной конницы. Вообще, наверное, я не могу сказать ни про один золотой отряд, который бы... Ну, вот такую фразу, например. Я могу и буду брать этот отряд в каждый бой, потому что он классный и топовый. Ни про один отряд я так сказать не могу. Ситуативно, да, на определенные карты, да, даже те же богатуры, которые стали прям хороши в последнее время, но брать их на все карты я все равно не буду. Ну, не нужно это. А вот, например, про фиолетовый отряд, например, такой, как метатели топоры, я могу смело сказать, что я буду брать этот отряд в каждый бой, потому что он шикарный. Также я могу сказать и про восточных мечников-гвардейцев. Это тоже шикарнейший отряд, и также я могу его брать в каждый бой, не стесняясь за него. А вот Т-6 отряды нет. Вообще, как мне кажется, значимость Т-6 отряда, она преувеличена. Она слишком... Во-первых, они требовательны по лидерству и, как правило, проигрывают многим гвардейским отрядам. Гвардейскими отрядами называются вот эти вот фиолетовые отряды. Они прям действительно многим проигрывают. Да, есть ситуации, в которых, например, те же гренадеры Шинжи или, опять-таки, те же богатуры будут смотреться шикарно. Да и не стоит забывать про сифонофорцев и фальконетов. Это специфические такие отряды. О них мы, конечно же, поговорим попозже. Но, тем не менее, я сейчас скажу про них, что это специфические отряды, которые частенько могут использоваться на глобальной карте, в турнирах. Но на осадах их также, смотря где, смотря, играете вы соло или в пати, ну, можно, в принципе, реализовать как-то. Но вот фиолетовые отряды, они все равно в разы круче. Они меньше по лидерству стоят и, как правило, очень много фиолетовых отрядов, достаточно эффективных. Не то, что не хуже, а лучше, чем золотые отряды. И это я вот, вся вот эта вот длинная дискуссия предназначена специально для новичков. Потому что вот как мы заходим в игру, открываем вкладочку отряды, смотрим. Так, ага, белые. Зеленые, синие. Так, ну, понятно. Так, фиолетовые, это уже что-то интересненькое. О, самый классный, единственный отряд пехоты Т-6, который можно тут исследовать. Наверное, он мега крутой. Надо к нему быстрее, вот прям его быстрее прокачать. Но на самом деле, вот этот вот отряд восточных мечников-гвардейцев круче, чем Железная Стража. Ну, прям действительно круче. И опять-таки, для тех, кто новички, если вы открыли, например, себе восточных мечников-гвардейцев, вам нужно за очки и отваги желательно, прям вот желательно исследовать вот эти вот вещи, вот эти элементы, эффекты. Они неплохо так бустят ваших мечников, и они станут еще, скажем так, более приятным отрядом. Ну, а теперь давайте, пожалуй, разберемся-таки эти отряды. Начнем с первых четырех. Это пехота ближнего боя. Только один отряд Железная Стража можно исследовать за очки и отваги. Все остальные исследуются в сезонах. И в целом, сама по себе Железная Стража, она, ну, знаете, наверное, ни рыба, ни мясо. Есть у нас игроки-адепты Железной Стражи. Да, на здоровье. Этот отряд имеет два вида оружия. Это мечи и булавы. И в последнее время он, наверное, лучше играет на мечах. Раньше игралась Железная Стража только на булавах, вообще без использования мечей. Натиск был шикарен. Он, вообще, в самом начале, это самый имбовый, самый сильный, самый крутой отряд, который был в игре. Но это, конечно же, начало. Сейчас это далеко не так. В общем, ни рыба, ни мясо. Ну, не знаю. Есть в разы лучшие отряды пехоты. Например, все те же берсерки. Не знаю, мне паладины раньше больше нравились. Сейчас, может быть, они стали чутка похуже. Ну, в любом случае, те берсерки, Седой Дозор, может быть, даже те же Азапы получше. Хотя, честно говоря, давненько за них не играл. Пикинеры Форте Брачи, восточные мечи Гвардейцы. В общем, большое количество отрядов, которые, я считаю, что будут лучше, чем Железная Стража. А еще Железная Стража, сколько у нас тут лидерства, к сожалению, не написано. Надо перейти в нее, посмотреть по лидерству. 315 лидерств. Ну, это же просто с ума сойти. Например, все те же берсерки. 245 лидерства. Чувствуете? Разница есть. Может быть, не такая суперогромная, но она есть. А учитывайте то, что лидерства у вас в самом начале будет не так уж и много. И вы не сможете, вряд ли сможете себе сделать, например, 1 золотой и 2 фиолетовых отряд. Ну, маловероятно. Далеко не каждый игрок себе, даже из старичков, может наверняка себе такое позволить. А далее у нас есть отряд элитные силахдары. Ну, в последнее время я их фактически не вижу в осадах. Да, бывают иногда, но фактически я их не вижу в осадах. Можно сказать, что да, потому что это сезонный отряд. Те, кто его открывал в свое время, уже просто не хотят на нем играть. Ну, я хочу сказать так. Например, те же Мадао, они достаточно часто используются, несмотря на то, что это сезонный отряд. Несмотря на то, что этот отряд не этого сезона. Но, тем не менее, их активно используют. Да даже богатуров апнули. И посмотрите, сколько их бегает сейчас. Хотя это отряд второго сезона, извините на минуточку. Ну, а силахдары... Ну, вот просто не знаю. Они и как-то и расстреливают их хорошо, и много отрядов тех же гвардейцев с ними, в принципе, справляются. Да, если удачно с ними подобраться к вражеским отрядам, то они могут нанести большое количество урона. Но здесь должно совпасть слишком много факторов. Вот в команде, чтобы вы их реализовали в толпе, они шикарны. Но как отряд самодостаточный, да, который вот где-то действует сам по себе, ну, нет, не подойдет, наверное, этот отряд. Поэтому не стоит рваться, по крайней мере, к силахдарам, это точно. Я, опять-таки, не говорю, что это прям совсем плохой отряд, но и он не стоит своего лидерства. Вот, наверное, будет так вот правильно выразиться. А далее у нас осталось два отряда. Это Стражи Династии, Мадао у нас, ребятки, с веслами такие, вояки. Очень хороший отряд. Вот если вы смотрели видео с турниров, которые последние вот я выкладывал на YouTube, то, в принципе, там их берут очень-очень много. Нужный, важный отряд. Он стал уже послабее, чем был в своем сезоне. Ну, как правило, да, сезон прошел на Тенерф. Они не так уже убивают вражеских героев, но по-прежнему неплохо наносят урон по отрядам. Хорошо противостоят вражеской коннице. В целом, достаточно неплохой отряд, несмотря, опять-таки, на то, что нет щитов. Но это, это, на данный момент, это хороший вариант отряда. К тому же, он по лидерству 315, тоже, кстати говоря, как и Стража, но, но в отличие от Стражи, он более эффективен. Это лично, как по мне. Избранные Фрей, посмотрю сразу, 310 лидерства они стоят. Девушки с двумя видами оружия, копье и меч. Они дают, у них есть две хороших способности, которые позволяют вам раздавать бафы, дебафы союзникам. И, в принципе, как отряд саппорт, как отряд коробка, это неплохой отряд. Это, ну, это действительно неплохой отряд. Правда, сейчас в игре эра коробок куда-то ушла. Если вас не заботит только, сколько вы делаете киллов за бой, ну, то есть, если ваша цель не наделать кучу киллов за бой, да, а ваша цель, например, победить в бою, несмотря на то, что вы можете находиться, например, в середине таблицы, да, но вы победили, то, в принципе, избранные Фреи это хороший отряд. Они дают бафы союзникам неплохие, да, защиты, атаки. Они могут неплохо танковать стрелков, которая, в принципе, стала меньше, в разы меньше сейчас в последнее время, но, тем не менее, они есть. Да, другие какие-то отряды, все те же метатели топоров, могут с ними справляться достаточно легко, да там же герой пару молотов может прийти и неплохо им накостылять, но, тем не менее, можно с этим отрядом неплохо зарабатывать очки для того, чтобы взять MVP. Ну, также защищая точки, да, захватывая точки с отрядом, то есть, воюя на точках ключевых, вы будете получать больше очков, и, соответственно, вас это приблизит к MVP. То есть, по факту, у нас есть два неплохих отряда. Лучший из них, как по мне, это стражи династии, хотя бы потому, что они хорошо справляются с нанесением урона и хорошо делают киллы, плюс хорошо сопротивляются конницы, все те же богатуры сейчас достаточно часто встречаются, да и кроме богатур есть еще и рыцари Бонарета, которые также присутствуют неплохо в игре, да, и, ну, вот как по мне, Мадао сражей династии будут, наверное, все же получше, чем избранные Фрей, да и в боях их чаще встретишь, чем Фрей. Разобрали мы пехоту, давайте перейдем к стрелкам. Из стрелков хотелось бы выделить два отряда, это фальконеты и сифонафорцы, это ситуативные отряды, если сифонафорцев, кроме как при игре в пати, вообще брать не стоит, ну, опять, это мое мнение, вы с ним можете быть согласны, можете быть не согласны, это ваше право, но это такой турнирный отряд, да, на турнирах их можно хорошенько использовать в нужных ситуациях, их можно хорошо использовать где-то на глобалочке, да, но в обычных осадах соло игроку я их крайне не рекомендую. А вот фальконетов, да, вот фальконетов рекомендую, но здесь учтите следующее, что вам нужно будет находиться рядом с этим отрядом, если у вас, например, герой-ближник, к примеру, да, да, даже если особый дальник, кроме длинного лука, рядом с ним особо там короткий лук, все равно он не будет, скажем так, ему не будет не хватать дальности, чтобы наносить урон, да и тот же мушкет, да. А фальконеты хороши в определенных ситуациях, и этих ситуаций может быть достаточно много, ну, чуть ли не на всех картах, но вот в плане реализации этого отряда очень, ну, я говорю, вы привязаны к нему, вы должны стоять возле него, это не всегда интересная игра, это может быть достаточно эффективной игрой, но не всегда интересной, поэтому вот этот момент стоит учитывать, но в плане эффективности прям да, если бы этот отряд был в коробке, которая дается за прохождение квестов на F4, то я бы однозначно говорил бы, берите фальконетов, не прогадайте, но, увы, ах, там этого отряда нет, но открывать его все-таки, как по мне, стоит. Наверное, даже, ну, это лучше из всех будет, наверное, вот всех отрядов стрелков, это однозначно, это однозначно. Просто с пехотой сравнивать как-то так не очень. Правильно. А далее у нас есть дальше арбалетчики, мушкетеры и гренадеры. Всем этим трем отрядам добавили штраф к наносимому героям урону на минус 25%. Это очень много. Раньше арбалетчики были суперклассными, раньше мушкетеры были суперклассными. Вообще огонь просто отряды. И была даже в один момент такая ситуация, что, например, один отряд арбалетчиков особо ничего из себя не представляет, а несколько отрядов арбалетчиков, там, 3-4, они творили такую дичь на карте, что просто ужас. Да, их надо было как-то нерфить, но, в принципе, сейчас эти отряды убиты. С моей точки зрения, и мушкетеры, и арбалетчики, они не стоят своего лидерства. Да, некоторые игроки там могут сказать, что вот мне там хорошо убивать каких-то там героев по-прежнему неплохо. Ну, нет. Это, скорее всего, каких-то либо раненых героев, они там где-то что-то добили, либо это герои-новички, которые там пришли, может быть, суициднуться на вашем отряде, или, ну, как-то еще что-то делали неправильно. В целом, сейчас эти отряды, ну, такое себе. Ну, вот, гренадеров можно, наверное, поставить немножечко в стороночку и про них сказать, что в определенных ситуациях они хороши. А потому что есть такие ситуации, когда противник прет толпой. Прям-прям толпа прет и вот... Ух! И вы бросаете туда гранаты. И какое количество урона вылетает! Какое это приятный для взгляда... Приятная для взгляда картинка. Прям шикарно. Огромное количество урона. Там, конечно, цифры не то, что там по 5-6 тысяч урона, там просто большое количество цифр там по 300-500 урона. 700 может быть. Но, тем не менее, это много, да? То есть, вот в этих ситуациях они хороши. Как просто, как стреляющая единица. Ну, такое себе. Но все вот эти вот единицы, в том числе, там, сифонофорцы, да? Все стрелки. Да и, в принципе, здесь касается и гвардейских стрелков. Здесь вообще касается всех стрелков. Они сейчас убиты банально даже из-за одного отряда. Ну, не только из-за них, но из-за него тоже. Это повстанцы с топорами. Они просто за счет своей способности могут подобраться. Даже вот вы стоите, вас прикрывает там несколько отрядов со счетами, там, продвиженцы, пикинеры, там, толпень такая стоит, а топорики метателей топоров, повстанцы с топорами просто берут, метают за вас топоры свои, нажимают еще раз первую способность, пролетают сквозь все эти отряды, забегают к вам за спину, нажимают двоечку, двойной бросок топора и выкашивают ваш отряд. Дальше в ближнем бою просто добивают. Все! И вы труп любым стрелкам, отрядам стрелков. А просто этих повстанцев с топорами такое количество, что, ну, в следующем сезоне их, наверное, понерфят, может быть, скорее всего, сделают так, что вот эту их пробежку кто-то будет встанеть, и тогда, в принципе, топоров станет поменьше, и уже можно будет стрелками вздохнуть более спокойно. Сейчас же это абсолютно ненужные отряды. И я не рекомендовал бы вам целенаправленно идти к этим отрядам. Даже если повстанцев с топорами понерфят, все равно, вот лично, как по мне, нужно убирать этот дебаф против героев. Это моя точка зрения, и вот только так, и никак иначе. Далее переходим к коннице. Рассматриваем еще и эти отряды. Здесь у нас самая лучшая сейчас, на данный момент, конница. Рассматриваю ее с точки зрения рандома. Это элитные богатуры. Их апнули, они очень хорошо выкашивают героев, они очень хорошо справляются с одинокими отрядами. Да, даже какой-то белый или синий, нет, какой синий, белые или зеленые пики, какие-нибудь там, да, так называемые пики за 110, могут спокойно справиться с этими богатурами, да, в лесу копий, там, остановить их, нанести урон большой, может быть, не убить весь отряд, но хорошенько его потрепать, как минимум отполовинить. Но, тем не менее, просто игнорируйте, избегайте этих отрядов и на хороших картах этот отряд конницы просто, я говорю, они просто уничтожают вражеских героев, они просто уничтожают хорошо вражеские одинокие цели. К сожалению, этот отряд так же, как и от фальконечков, нельзя взять из того сундука пресловутого и этот отряд, увы, никак. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы хотите взять себе конницу, да, богатуры, это само-то. Может быть, их как-то понерфят, может быть, их потом апнут, но нет. Пока они крутые, поэтому берем их. Следующий отряд по значимости это крылатые гусары. Крылатые гусары, я не знаю, честно сказать, как там сейчас обстоят дела на глобалке. Я не знаю, как сейчас прям вот крылатые гусары были, были, лично с моей точки зрения, более крутым отрядом. Они в натиске наносили больше урона. Ну, может быть, вот как-то остановить их натиск нельзя, но их можно задержать. Тот же мушкет гранатой, шипами точнее, может как-то приостановить этот натиск. Те же топоры, которые проскакивают сквозь конницу своей первой способностью. К тому же минус этой конницы это то, что им надо разогнаться. Это то, что у них достаточно плохое построение. Это из минусов, да? Но вот из плюсов это единственный их натиск. Но как мне кажется, в осадах, вот сколько я не пытался реализовать и давал натиски и в толпу, и в какие-то одинокие отряды, все равно эта конница слишком стоит много по лидерству, слишком она плохо в построении, поэтому ну, несмотря на то, что она вот столько минусов я назвал, она занимает второе место после элитных богатур. Опять-таки, смотрите, я рассматриваю Т-6 конницу, у нас же есть еще баннереты, которые будут круче, это тоже, кстати говоря, сезонная конница, они будут вот круче, чем крылатые гусары, как по мне, так это точно. То есть, вот. Следующая конница это рыцари ордена. Причем, я не рекомендую, если вы не двигаетесь в сторону глобальной карты, да, вот у вас вы хотите воевать на глобалке, тогда идите там в тот дом, в котором вы там вступили и спросите, а стоит ли мне открывать крылатый гусар для глобалки? То есть, куда мне лучше отправить свои очки отваги, чтобы какой отряд лучше открыть, что более важно, нужны ли крылатые гусары? То есть, по-другому для осад я вам не рекомендую их открывать, эту конницу. а также я и не рекомендовал бы рыцарей ордена. Я вообще на данный момент для осад не рекомендовал бы не прокачивать какую-либо из конниц за очки отваги. Вообще никакую. Вот серьезно. Рыцарь ордена, да, как-то неплохая конница. У них очень много здоровья, брони, самая, наверное, бронированная конница. Но хорошее построение, но очень долго разгорняется в натиске, останавливает любой хромой, косой и, не знаю, без ноги натиск этой конницы, что реализовать ее сейчас ну, можно, как и, в принципе, любой другой отряд. Но, блин, такое количество лидерства тратить на такой вот отряд, который должен быть вроде бы маневренный, который должен наносить много урона, да я лучше возьму восточных мечей гвардейцев, они, ну, будут более эффективны, чем вот эта конница. Ну, это действительно реально. Хотя можно там навоевать, сделать какую-то нарезку с этой конницей и сказать, смотрите, какая имба. Но, нет, нет. Дальше конница, я вообще даже сейчас, честно сказать, не знаю, какую из конницы тут сказать, что идет на следующем месте. Дальше расположилось все, весь остальной шлаг. Хотя вот Лаори еще, наверное, можно выделить из остальной конницы, как более, наверное, получше. Очень редко, я ее почти вообще не вижу сейчас в фасадах, бывает, но очень редко, прям когда был сезон с Лаори, она была шикарна, по нерфили и сейчас, ну, такое себе, может быть, разве что для ПВЕ, и то для ПВЕ богатуры даже лучше. Но вообще, на самом деле, конница нужна для ПВЕ. Лично я там использую богатур, можете использовать Лаори, возможно, они тоже хорошо зайдут. Но и та, и та конница сезонная, не использую ни одной конницы за очки отваги в ПВЕ. Лучше тогда уже использовать какую-нибудь гвардейскую, но гвардейскую только Боннеретты, да, все те же. Остальное тоже такое себе. Поэтому, гвардейцы Лаори, ну, тоже целенаправленно к ней не стоит идти в сезоне. Гвардейцы Лаори это реворг конницы огненной кавалерии. Кто не знает, что такое слово реворг, какое-то умное, да, это слово обозначает изменения не только внешние, но и характеристик, то есть вы переделываете огненную кавалерию в гвардейцев Лаори. Всадники с Чакану, по-моему, они там были и богованные, и такое себе, это вообще, это, ну, я не знаю, наверное, самая худшая конница наравне с рыцарями-скопиями, которых апнули, даже уменьшили лидерство там до какого-то времени 260 сейчас, но, но вообще, это, да, вот, вот огненная кавалерия, всадники с Чакану, и рыцарь-скопиями такое себе вся конница, никуда не годная, вообще, ни для чего не нужная. Итак, мы с вами разобрали все отряды, все отряды Т-6, и вот, если мы сейчас вспомним, какие отряды я называл прям хорошие, которые нужны для более или менее осад, это элитные богатуры, это фальконеты, куда не шли еще, гренадеры Шенжи, их можно чутка выделить, хотя их намного меньше стало уже, в осадах пополняя задания на них, но тем не менее, выделить их можно, ну и Стражи Династии, и Избранные Фреи, и получается, нет ни одного отряда, который бы я выделил из прокачиваемых, ну вот, ни одного, и теперь тогда вопрос, вот я беру, открываю сундук, какой из отрядов мне взять, вот такой вопрос мне задают прям очень-очень часто, ну, смотрите так, хотите конницу, честно сказать, не знаю, либо рыцари ордена, либо крылатые гусары, здесь же стоит еще учитывать, что в любой момент может выйти обновление, где апнут ту либо иную конницу, и она заиграет, но я бы рекомендовал так, если вы хотите конницу, либо крылатые гусары, либо рыцари ордена, если вы хотите стрелков, гореть вам в аду, не знаю, честно скажу, не знаю, вот не знаю, выбирайте или мушкетеры, или арбалетчики, прям все равно, что вы выберете, и то, и то сейчас не играется, если вы хотите пехоту, она там единственная, это железная стража, если бы у меня спросили, а я не знаю, что я хочу, вот что ты посоветую, что мы ей откроем, открывайте железную стражу, играйте на мячах, я тогда посоветую вам именно так, ну, и еще один момент, который стоит знать, и который стоит вам рассказать, у нас есть наемники, и там также в этих наемниках периодически появляются Т-6 отряды, и если вы игрок до 60 уровня, и я тут сейчас разговариваю, говорю вам о том, что вот этот отряд плохой, не берите его, а вы в наемниках взяли его, и взяли, потом пошли в бой, и сделали 100 тысяч миллионов киллов этим отрядом, и потом говорите, Леха, ты что-то, ты какой-то, блин, чушь несешь, ерунду какую-то, посмотри, какой крутой отряд, я тут им бую, вы до 60 уровня будете играть в песочнице, вы будете играть там с новичками, там много зелено-бело-синих отрядов, там много игроков, которые не понимают, как играть, а говорят, что там даже ботов много, я не знаю, не буду утверждать сию информацию, и поэтому вы своим отрядом, который и, хоть и не очень, а может быть и полное Г, можете наколотить неплохо по киллам, но, 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 это не будет говорить о том, что как только вы перейдете, скажем так, во взрослую лигу, вы то же самое будете творить этим отрядом, ну, нет, конечно же, так что не забывайте вообще про наемников, там вы можете посмотреть хотя бы примерно какой-то отряд, да, там прокачка не до 30 уровня, кстати, прокачка тоже будет иметь большое значение, первоуровневый у вас отряд или 30, естественно, это имеет значение, вот, и для новичков рекомендую, ну, хоть и посредственный достаточно отряд, но железную стражу, вот таким вот образом он у меня прокачан, играйте на мечах, ну, в принципе, можно реализовать, не лезьте в толпу, избегайте прям такой вот толпы на железной страже, в общем, все, что я вам хотел сказать в этом видео, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, а может быть у вас какое-то другое мнение, вы считаете, что отряд, который я назвал плохим, он на самом деле хороший, в комментариях обоснуйте мне ваше мнение, будет здорово послушать, почитать, на этом все, с вами был Алексей, всем добра, пока-пока,